Итак, друзья, всем привет, с вами снова Настя Лир, и да, у меня к вам сегодня разговор, говорим по душам это видео, на самом деле, вообще ни разу не спланированная, просто появились некоторые вещи, которые, мне кажется, мне нужно с вами обсудить. В общем, начнём издалека, дело в том, что я уже поступила в вуз, вот, у меня закончилась школа, мне сейчас 18 лет, и мне очень не хочется оскорблять вас или как-то обижать, но не всё же время играть в ловоди. Я понимаю, что для вас это очень болезненная тема, потому что многие, в принципе, догадывались, что когда-нибудь моё влечение играми про лошадей кончится, но просто я хочу, чтобы вы видели во мне не просто человека, который играет в игру, доставляет вам радости своими видосами и так далее, а именно человеком, у которого есть свои чувства, свои эмоции, свои ощущения этой жизни, который не хочет что-то делать из-под палки, который тоже хочет жить, жить как ему нравится, делать то, что ему нравится, а не то, что он типа должен, хотя никто никому ничего не должен. Я это к тому, что мы, все мы вырастаем, и я тоже вырастаю, я же не могу бесконечно играть в эти игры, просто, да, они сыграли очень важную роль в моей жизни, потому что я нашла благодаря этим играм вас, моих подписчиков. Я знаю, что вообще не все довольны этим видео, скорее всего, на меня отпишется половина, ребят. Дело в том, что я не хочу постоянно снимать видео про лошадей, у меня есть другие интересы, в смысле, именно игры про лошадей. Лошадей-то эта любовь навсегда, вы не переживайте. Просто появляются другие интересы, мне интересны другие темы, по глобальней игр про лошадок. Я просто выросла. Опять же, я прям рискушаю, будет дофигелён дизлайков, дофигелён ужасных комментариев, типа, Настя, ты нас бросаешь! Я вас не бросаю, ребят, просто я хочу, чтобы вы поняли меня и приняли мою позицию. Не все же время в игры про лошадок играть. Возможно, кто-то считает, что я вас типа предала. Но по факту, когда вы говорите мне, что, Настя, как ты можешь больше не снимать игры про лошадей, ты типа предала нас, но я не предала вас. Я предам свои интересы, свою личность, если я буду делать что-то из-под палки, что мне неинтересно. Выдавливаете себе эти шуточки, типа, в процессе игр, потому что, блин, я хочу, чтобы вы поняли, что я выросла. Видео это вообще очень странное, опять же, я не знаю, как вы к этому отнесётесь, поэтому я даже немного переживаю, так сказать, снимая этот видос. Всё будет немного по-другому теперь. Я сразу говорю, что я не буду удалять свои видео с летсплеями, они будут на канале, потому что, ну, блин, всё равно это то, что мне нравилось, что я делала, и то, что нравится и нравилось в прошлом вам. Поэтому я их не буду удалять, вы можете спокойно приходить, смотреть их, вот. Но будут видео на какие-то другие темы, наверное, которые интересны мне, как человеку, в первую очередь, и не как просто Насте, которая любит игры про лошадей. Я не говорю, что они совсем исчезнут с моего канала, может быть, я ещё и поиграю, может быть, будет парочка видосов ещё. Я же не говорю, что вот всё, табу на Сусо, Алисию, ещё что-то, нет. Просто я хочу, чтобы вы знали, чтобы вы были готовы к тому, что я буду меняться. Потому что человек не должен стоять на одном месте, он должен развиваться, он не должен быть болотом, он должен быть рекой, потому что движение — это жизнь. Я думаю, что те люди, которые смотрели видео, типа, которые не связаны с конями, например, вопрос-ответ, где я вот просто снимала ответы на ваши вопросы, думаю, что они не расстроятся, потому что есть всё-таки среди вас ребята, которым интересно не только Настя как персонаж в Сусо или Алисии, а Настя как я, как человек и как личность, у которого есть свои интересы, свои хобби, свои мысли, которыми очень хочется с вами поделиться. Я знаю, что вас, тех ребят, которые больше интересуют моя личность, нежели Сусо-шная, вас гораздо меньше, но вас всё равно много, мне вас хватает. Возможно, многие ребята скажут, что вот, мы предвидели, что ты когда-нибудь перестанешь снимать игры про лошадей. В каком-то смысле вы, конечно, правы, потому что, видимо, эти люди понимали, что мне хочется развиваться. И то время, когда я играла в эти игры, когда они мне нравились, когда мне реально было интересно. То есть вот залог успеха — это всегда интерес. Когда интерес пропадает, всё, считаю, дело пропало. И у меня потихонечку уже пропадает интерес. Он ещё не совсем пропал, конечно, но постепенно его все меньше. Меньше сейчас вообще почти нет в плане игр про лошадей, потому что в Сусо у меня много денег, у меня много коней, мне уже неинтересна сюжетная линия. Если я просто захожу, чтобы зайти, чтобы снять что-то, то, возможно, я придумываю какие-то новые форматы, типа вызов принят там, что я ещё придумала, рандомная лошадь-челлендж, то есть какие-то такие штуки, которые я сама придумывала. Это, конечно, круто, но вы должны понимать, ребята, что когда вот ты уже начинаешь что-то придумывать своё на базе игры, это значит, что сама игра для тебя уже мало интереса представляет. И сейчас у меня такое время, что мне даже уже то, что я сама придумываю, мне уже и это тоже скучно становится. То есть вообще смысл этого видео не расстроить вас, чтобы вы сказали, вот Настя, ты такая плохая, ты нас бросаешь. Нет, смысл этого видео просто рассказать вам свои мысли, потому что я, конечно, могла бы забить на себя, забить на свои эмоции, забить на свои интересы и продолжать выжимать из себя шуточки, видосики, чтобы радовать вас. Но, возможно, я и была бы весёлая, вам бы это нравилось, но про себя я бы, наверное, ненавидела уже все эти игры, потому что я хочу быть настоящей, я не хочу притворяться, я не хочу заставлять себя что-то делать. Я хочу делать то, что мне нравится, то, что мне интересно, а не то, что, возможно, хотели бы видеть вы. Вы сейчас скажете, что я не уважаю своих подписчиков, но, ребят, пожалуйста, поймите одну вещь. Каждый человек имеет свои мысли в голове, и если вы смотрите этого человека, смотрите его творчество, вам оно нравится, вы его хвалите, ставите ему там лайки и всё такое, то вы должны не только ждать что-то от него, но ещё и отдавать, и при том не только отдавать, а именно понимать, что это человек в первую очередь, и все мы меняемся, невозможно стоять на одном месте. Я уже это говорила, кажется, и это видео какое-то непонятное, я говорю одни и те же вещи, но, ребят, это правда, поэтому хотите отписаться, пожалуйста, я буду только рада, если уйдут люди, которым не так интересна я, как личность, но видео, опять же, удалять я не буду с лошадками. Я надеюсь, что вы меня поддержите, потому что вы вообще для меня большая, огромная семья, вот, я надеюсь, что вы меня примете такой, какая я есть, не такой, какой я должна быть, и не такой, какой я себе создала портрет ранее, в плане как летсплейщика. Я хочу делать что-то интереснее, в первую очередь для меня. Поэтому, опять же, я надеюсь, что вы меня поймёте, ну, не то чтобы, нет, не простите, а просто проникнитесь ситуацией, и не будете сильно расстраиваться, переживать, потому что такие вещи случаются, и невозможно предугадать, как повернётся жизнь, что у тебя щёлкнет в голове, что тебе разонравится, что тебе понравится, но заставлять себя я ни в коем случае не буду. Вот такое видео, надеюсь, что... Надеюсь, что вы поняли, о чём я говорю, потому что вряд ли это видео может кому-то понравиться, потому что я сообщила новость не особо такую, наверное, вам. Именно девочкам, которые только ради игр сосошных на меня подписались, но вот такие дела, вот такая я, вот такие мои мысли. В общем, надеюсь на вашу солидарность с моим мнением. Всем всего хорошего. Радуйтесь жизни побольше. Не грустите. Вот. С вами была ваша Настя Леир. Всем удачи, всем пока!